И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода, я решил немного покататься на байке. Взял свой синий фроудбайк, давно я на нем не ездил. Ну что ж, погнали. Сейчас погода прям классная. Солнышко, тепло, хорошо. Штобус пропустим, машину пропустим. И норм. Да, можем, кстати, заехать сейчас в продуктовый магазин, здесь недалеко. Посмотрим цены. Наверное, там ни хрена не видно против солнца-то. Паркчур... ... ... ... ... ... ... ... Субтитры делал DimaTorzok 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 Авокадо 100 йен Яблоки по 100 йен Помидоров нету, только черри остались Ну, грибы по 100 йен Так же и были Это морковь по 149 Капуста 100 йен Ну, мини-томаты, они как бы Недорогие Ну, как бы 270 йен Раньше, по-моему, так и были Ну, и перец тоже 100 йен Ну, и перец тоже 100 йен В общем, цены примерно все те же Ну, этот самый, чеснок Сейчас вот покажу, что поменялось По-моему Это курица Вот здесь Так вот, курица 1100 йен А была по 700 По 800 йен была Вот Вот эта курица Ну, и Возможно, еще Какие-то куски мяса Там Я на 100 на 200 Где-то увеличусь Ну, все импортное В основном Местное все так же и стоит Ладно, погнали отсюда Все остальное без изменений Поэтому Фиг ли там смотреть Не знаю Блин, сейчас прохладно Ездить стало Честно, на улице Бывает так, что Градусов по 15 По 10 Вечерами И Холодно Что я тут поменял В байке Многие спрашивали Да, по факту Особо много ничего не менял Видно Вот если поворотники Передние Поставил Ледишные И задние Ледишные Теперь Если включаем Как вы знаете Реле стандартно Не подходит Под Лед Поворотники Но я поставил Релешку Для Ледовских На И вот Задний фонарь Задний фонарь Теперь тоже Покороче Номер Держатель Для номера И Фонарь Ледовский Тоже стоит Ну На лед Потихоньку Перехожу Потому что Стандартные Лампочки Уже устарели Надо как-то Все это В лед Лучше Переделывать Ладно Погнали Да Здесь когда-то Магаз был Классный Я здесь Покупал Мясо Но его Закрыли И снесли На его месте Теперь какая-то Парковка Понятно Нафига Только Хороший Магаз был Мясо Было Вкусное И недорогое А сейчас Приходится Покупать Где-то Далеко Там Километров За За Десять Но Я имею ввиду Мясо Не так Знаете Чуть По супчик Сварить И все Мы обычно Если покупаем То покупаем Сразу Много Вот здесь Кстати Был тоже Дом Усадьба Усадьба Была Даже Все Нету Снесли Теперь Тут Поле Это Даже Футбол Как еще Пойдет Ну Это Как бы Нормально Пока Солнце Светит Как Солнце Перестанет Светить Пойдет Да Как вы Заметили В Японии Друг друга Никто Не приветствует Руками Ну Видимо Потому Что Это Азия В Азии Много Очень Байков И У них Вот этих Привычек Наших Европейских Нету Никто Другого Особо Не помогает На дороге Все Считают Что Если Ты Байком Пользуешься Или Там Машины То У тебя Есть Возможность Вызвать Сервис Тебе Сервис Поможет А Так Чтобы Кто-то Остался Нет Но Кстати Если Путешествуют В колоннах Или Там Например Куда-то Едут На Ивент И Кто-то Упал И Вдруг Там Какая-то Авария Ну Такая Серьезная Не поломка Именно А именно Авария Там То Конечно Останавливаются Спрашивают Все ли В порядке Помогают Там Поднять Мотоцикл И Это Нормально Но Когда Там Что-то Сломалось Такой Ну Даже Пусть Небольшое Какая-то Поломка Там Колесо Спустило Или 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 К примеру Карбюратор Забился Там Прочистите У них Практически Никого Инструментов Нет И Все Вызывают Сервисы Но А так Можно Конечно Остановиться Помощно Европейцы И Американцы И Ну Русскоязычные В том числе И СНГ Люди Останавливаются Без проблем Но Вот Японцы И азиаты Китайцы Корейцы Нет И Не Останавливаются Для Них Это Как Боже Боже Грин Баде Зеленое Тело Полеприятель Так Сейчас Сюда Повернем Какая Машинка Старенькая Тойота Здесь Кстати Красивый Вид Можем Здесь Проехать Ну Так Чтобы Поснимать Было Чем Мне нравится Сейчас Ну Так Кататься Упала Реки Где-то Там Где Живописные Виды Где Можно Поснимать Природу Природу Походиться Мне Если Честно Чист Урбан Не Очень Нравится Поэтому Лучшие Когда Какие-то Вот Ну Такая Небольшие Домики Река Там Лес Можно Даже Поля Ну Полей Тут Мало И столько Рейсовая Это В Чипе В основном Там Еще Где-то Да Если Что Это Дорога Чтобы Вы Не Думали Здесь Машины Ездят По ней Люди Надо Вон Она Стоит Одна Машина Еще Приезжает Люди На даче Здесь Ездят На Огороды Это Не Тротуар Красота Так Все Заросло Опять Не Убирают Нифига Как Я Говорил До Этого Бамбуковый Лес Здесь Вырос Это Ужас Ну Там Где Где Нет Бамбука Там Кусты Как Здесь Где Где То Кусты Порезали Видно Вон Сухие Валяются Но В основном Они Все Все Заполонили И Всем Пофигу Сихоньку Проедем Чтобы Людей Не Пугать Вот Вот Это Сиганут Еще Куда Нибудь Вон Вон Там Домик Красс Классный С Туями С Пихтами Я Не Знаю В Этих Сортах О Задел Там Нормально Навигация Не Сбилась Поехали А вот Эта Речка Это Как бы Даже Не Речка Это Ливневка Местная Но Очень Неплохо Сделано Мини Набережная Такая То есть Можно Прогуляться Вечерком Например С Девушка Или С С С С С С С С Некоторые Люди Даже На Рыбалку Сюда Ходят Тут Карпы Водятся Правда Не Везде Но В Некоторых Местах Есть Там Где Погложе Такая Вот Речка Ну Так Как Это Не Река Здесь Названия Нет То То Не Является Официально Рекой Нет Статуса Реки Да Это Тоже Дорога Вот Машины Стоят Здесь Люди Мотоблоками Работают Ну Кстати Уже Сезон Посадки Прошел Кто Хотел Там Посадить На Зиму Что-то Ну Тут Такая Зима Сами Понимаете Это В основном Осень Поздняя Осень Российская Только У них Зима Такая Люди На Рыбалке Пожалуйста Видите Рыбачат Возможно Что-то Даже Поймали Студенты Сидят Неплохо Так Сады Здесь Красиво Сейчас Хурма Цветет Плодоносит Хурма Была Ее Кстати Продает Сейчас Везде 100 Иен За Пакет Недорого Это На Рубли 50 Рублей Да Даже Меньше Школа Находится Видно Отсюда На той стороне Школа Спортзал С Обратной Стороной Здесь Сады Так Многие Бонса Любят Вот Так Вот Красивый Вид Здесь Здесь Как раз Дерево Спилили Чтобы Видом Наслаждаться Да Такой Видок Прям Офигенный Заросли Правда Немного Мешают Но Это Ничего Страшного Это Такой Знаете Симбиоз Природа И Города Кстати В Токио Такого Не Найдешь То есть Там В основном Дома Застройка И Чтобы Так Вот Зелени Много Было Какие-то Красивые Места Живописные Очень Сложно Здесь Только В парке В каком Нибудь Там Студенты Играют Как Хорошо Выходные Люди Отдыхают Даже Кто-то По колено В воде Рыбалкой Занимается Что-ли Руками Пытается Поймать Рыбу Домики Неплохие Тоже Но Как Я уже Говорил Они Все Сделаны Из Фанеры Поэтому Фанерные Дома Очень Холодные Зимой И Сейчас Придется Отапливать Когда Засвет Будет Очень Много Денег Уходить Чего Он Там Застрял Жир Мы Доехали До Заправки С левой Стороны Сейчас Будет Заправка Где Я Обычно Заправляюсь Надо Проверить Давление В шин А то Мало Я Этим Байком Долго Не Пользовался Спустились Немного Наверное Немного Немного Направо Поворачиваем Какой Быстрее Заправка Бензин Так Так Значит Передний 150 Задний Передний 125 Задний 150 На Одного Человека Сейчас Заправим Колеса Свои Здесь Здесь Тоже 150 Накачали Чуть Чуть Больше Чем 150 Потому Что Все Таки Здесь Рассчитано На Японцев А Японцы Весят Знаете Сколько У нас Недавно Была Медпроверка Там Есть Такой Показатель Как Бима Это Соотношение Веса К росту И С моим Ростом В 176 Сантиметров У Них Вес Человека Должен Быть Ну По Нормативам 65 Килограмм Можете Представить 65 Килограмм С Ростом 176 Сантиметров Это Очень Легкий Чувак Поэтому Я Серьезно Говорю Это Девушки Так Весят Парни Обычно 70 Весят Ну 70 Сколько Как У нас Обычно Бывает Рост Минус 100 Должен Быть Вес Ну Типа 176 Допустим Да Минус 176 Килограмм Должен Быть Вес Нормальный Ну Так Считается Как Б В Японии Тут 65 Я Превысил Их Норму Где-то На 12 Килограмм И Они Мне Сказали Что Чувак Ты Что Слишком Много Весишь Я Говорю Че Офигели Что Ль Ничего Теперь Худым Как Дрищ Ходить Что Ль Чтобы В Ваши Нормативы Вписаться Да Дз Нормально Так Тянет Мне Нравится И вообще Хороший Байк Люблю На нем Кататься Вот Пожалуйста Вторая Заправка Значит 160 Стандартная Цена 157 Это Если У вас Есть Карточка Клиента Кстати На той Заправке Тоже Если У вас Карта Клиента Есть У меня Есть Карта Клиента Там Скидка Где-то В районе 5 Йен На Литр То есть Получается Вообще 155 За Литр Что Очень Выгодно И Вот Если Сравнить С ценами Которые Были В начале Года Они не поменялись Ни хрена На бензин Ну то есть Такая же цена И осталась Возможно Где-то в регионах Где-то в каких-то Других городах Там Есть Какие-то Повышения Цен Но Там 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 И так Были Выше Цены То есть Здесь Такой парадокс Что если Ты живешь В Токио Например Или рядом С Токио В агломерации То у тебя Цены на Бензин Дешевле Ну то есть Цены ниже А если А если Ты живешь Где-то В регионе То цены Выше На бензин Но Прикол в том Что это все Компенсируется Низкой ценой За жилье То есть Само жилье Стоит недорого Аренда Парковки Все бесплатные Считай Что очень Классно В Японии Как бы За парковки Везде Практически Надо платить Но я имею Это в крупных Городах Но если Ты живешь Где-нибудь В небольшом Городе В той же Деревне В какой-то Или К примеру Там На югах Там Где-нибудь В Куока Кюшу Или же Ну те же Там Хиросима Там Нагасаки Там парковки Стоит Сущие Копейки Да Кстати Мы опять Поедем В командировки Где-то В середине Ноября Поэтому Скорее всего Я не смогу Снимать Новые Видео В этот Период И монтировать Их Там Сразу Две Недели Подряд Мы уезжаем Столько Приезжаем Из одной Командировки Сразу же Едем В другую Хорошая погода Сейчас Не холодно Ветра нет Надеюсь Мы там Не задубим Ну Благо Мы едем На юг А не на север Если бы Мы ехали На север Было бы Вообще Печалька Там Сейчас Очень Холодно Там Уже Зима Считай В это Время Ну По Японским Меркам Зима Ими Ведет Там Когда 5 градусов На улице 10 На Ночи 0 Бывает Продолжение Продолжение Как эти пробки Японские Как они меня Заколебали Здесь Постоянные Пробки Постоянные Потому что Здесь Три Светофора Подряд Идут Но они Благо Загораются Одновременно Все зеленые Но все равно Кто-то Налево Кто-то Направо Кто-то Прямо Да 400 кубов Мощная Штука Хоть Там И не так Много Нет Я не Превышаю Скорость Если вы Подумали Что я Превышаю Нет Я Ровно До Разрешенной Максимальной Скорости Разгоняюсь И Сбрасываю Газ Вот Один из Известных Магазинов По продаже Байков Юмидия Кстати Недавно Тоже Выбирали Другой Скутер В итоге Выбор Пал на Тот Который У меня Тоже Самая Модель Только Другого Цвета Синего Понравилась Посадка И Удобство Использование Он Небольшой Компактный Легкий Вдобавок К этому Неприхотливый То есть Обслуживание Вообще Элементарный Масло Только Заливай И Все Давайте Кому Наверное Сюда Проедем Не будем Ждать Да Светофор Тут же Есть Шорткат И Все Погнали Да Кстати Что Насчет Сами Знаете Какой Ситуации В Стране Ну Имей В Японии Они Разрешили Наконец-то Въезд Для Туристов И Теперь Даже Из Многих Стран Не Требуются Эти Тесты Тесты И Сертификаты Только Сертификаты По-моему Нужны А из Некоторых Стран Даже Сертификаты Теперь Не Нужны То есть Можно Прям Так Приезжать Но Единственная Проблема Это Стоимость Билетов Стоимость Билетов На Самолет Высокая Даже Просто Куда-нибудь Съездить Отдохнуть Из Японии Лоукосты В том числе Тоже Дорогие Поэтому Лоукосты Можно Конечно Использовать Но Цены Высокие Там К примеру На Филиппины Слетать Туда-обратно Где-то Будет Стоить Ну Около 67 70 Тысяч Иен Где-то Так Туда-обратно Это 35 тысяч Рублей Что-то Ориентировочно Это Только На Самолет Билеты Тут Лететь То Всего-то Нет Ничего Там Три-четыре Часа По-моему Что-ли Лететь Фигня Вообще Раньше Можно Было Слетать Туда-обратно Где-то За За 20 тысяч Иен То есть Туда-обратно То есть Это Где-то 10 тысяч Рублей Сейчас Цены На топливо На авиационной Выросли В том числе Поэтому Цены На Перелеты На Билеты Высок Высок Стали У меня Один Тоже Знакомый Из Англии У нас Работает В компании Сказал Что Я Хотел Слетать Домой Отдохнуть Говорит В Англию Ну Как узнал Стоимость Перелета В одну Сторону Там Что-то 250 тысяч Иен Это Чтобы Так Для сравнения Где-то 125 тысяч Рублей Да В одну Сторону Говорит Даже Зарабатывая Здесь Такие Ну Как бы Немаленькие Деньги Это Все равно Дорого Для Меня Это Дорого Удовольствия Говорит Летать Туда Обрат Лучше Подожду Может быть Что-то Разрешится А там Еще У них Кризис Сейчас Энергетический Тоже Говорят Новый Премьер Министр Кто-то Там Королева Королева Умерла У них Там Новая Кто-то На Его Пост Хочет Попасть И Они Что-то Не Очень Довольны Новым Лидером Кстати Иностранец Наверное Детель Кто Тоже Футболки Не Ну так Гулять Не холодно Но Если Ездить На Байке То Кожанка Термобелье Полюбас Должно Быть Иначе Можно Быстро Забавить Я тут Недавно Тоже Простудился Ухо Мне Там Продуло На Работе На Поле Ездили Несколько Раз На Прошлой Неделе На Позапрошлой Неделе Тестировали Дронов И Продуло Дожди Как раз Были Блин Очень Хреновое Скажем Так Самочувствие Было Когда Ухо Болит Башка Болит Там Еще И Половина Вся Головы Болит Вместе С Глазом Такое Хреновое Самочувствие Не Ягуар Не Уедет От ТРЗ Ну Как бы Сами Понимаете Смысл В этих Блин Машинах Вообще Такого Быстро Не Не Такси Такси Кому Такси Да Ну Милая Девушка Какая Знаешь Выходит Кстати Вот На Филиппинах Если Вы Не Знали Есть Мото Такси Называется Анкас И Там Именно Вызываешь Тебе Приезжает Чувак На Байке С Этим Со Шлемом Дает Тебе Шлем Ну Правда Он Сам Понимаете Какой Шлем Там Вонючий Немного Ну Пофигу Все Равно Но Есть Чуваки Со Шлемом Но Так Вообще До Сегодняшнего Момента Ну Как До Сегодняшнего Момента До Как Она Называется Что Не Ети Ребята Что Ждем До До Этого Месяца До Октября На Филиппинах Не Нужно Было Ездить Но Обязательно Одевать Шлем Представляете Сколько Страна Жила Блин Лет Не Надо Было Шлем Одевать На Байке То Все Ездили Семь Битом Без Шлем Ну Так Как Последнее Время Видимо У них Там Увеличилось Количество Смертельных ДТП С участием Байков А Байков Там Очень Много На Филиппинах Самый Знаете Там Это Основной Вид Транспорта То Вели Обязательное Правило Что Нужно Ездить Только В шлеме На Мотоцикле И Это Конечно Стало Проблемой Для Многих Особенно Для Этих Перевозчиков Таксистов Этих Анкас Это Местный Убер Драйв Только На Байке У меня Друзья Знакомые Там Работают На Этому Анкасе Конечно Не Много Стоит Но Это Лучше Чем Эти Трициклы Потому Что Трицикл Ну Медленный Все равно Как ни крути И сидеть Там Не очень Удобно А на Этот Сел На Байке Ты Как бы Сидишь Нормально И Доезжаешь Быстрее Потому Что Он Меньше Места Занимает И В пробках Ему Лучше Проезжать Многие Предпочитают Анкас Вместо Трицикла Или Там Джипни В Японии Пока Не Били Этот Кстати Вот Один Из Магазинов Впереди Все Видно Там Забыл Название Он Тоже Зелененький Такой Вон Там Слева Там Очень Много Продается Мясных Изделий Ну И В том Числе Мясо Хорошего Качества Made In Джапан Для Супа Для Каких То Салатов Тоже Вот Вот Магазин Как он там Да Называется Шонингхан А вот Здесь Уже Бензин 164 Иены И 167 Если У вас Нет Карточки То Есть На 7 Иен Дороже На 7 Иен А тут Буквально Мы Проехали Видите Сколько Тут Километра 3 Наверное От той Заправки По Прямой Представляете Как цена Меняется На бензин Буквально Отъехав Несколько Километров В Токио Также Есть Кстати Дешевые Заправки Где Можно Заправиться Там Буквально За За Копейки Ну Как За Копейки Ну Очень Дешево А Есть Заправки Которые Заправляют Дорого Сейчас Классный Вид Будет О Закат Ну Ну Вот И Все На Сегодня Надеюсь Вам Понравилось Если Вам Понравились Такие Покатушки Ну И Вообще В целом Видео Не Забывайте Подписываться Ставьте Лайки Нажимайте На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Новое Видео О Японии А Также Делитесь Этим Видео С Друзьями А Также Подписывайтесь На Мой Телеграм Канал Ссылка Будет В Описании Где Я Публикую Все Изменения О Канале А Также Новое Видео Всем Спасибо До Новых Встреч Увидимся